Зачинщик беспорядков в Грузии назвал ответ властей на оскорбление Путина позором за Кавказе и бывший СССР. 17.43.8 июля 2019 года зачинщик беспорядков в Грузии назвал ответ властей на оскорбление Путина позором. Участники стихийной акции против телеканала Рустави-2. Фото, РИА новости. Брань телеведущего оппозиционного канала Рустави-2 в адрес президента России Владимира Путина является глупым поступком, но заявления властей Грузии о том, что он угрожает отношениям двух стран, несерьезны. Об этом заявил журналистом оппозиционный депутат Георгий Канделаки, передает грузинский Первый канал. «Позорная реакция правительства на это неправильное поведение повторяет российскую пропаганду», сказал он и добавил, что власти страны поддерживают агентов российского влияния, работающих против Грузии, которые распространяют антизападную пропаганду. «Реакция правительства еще раз напоминает нам, какая позорная и опасная команда стоит у власти, которая все еще избегает ответственности за приглашение Гаврилова в эту страну», подчеркнул Канделаки. Таким образом он напомнил о скандале, разгоревшемся во время визита российского депутата Сергея Гаврилова в Грузию. После того, как парламентарий занял кресло спикера на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, в Тбилиси начались беспорядки, сопровождаемые антироссийскими лозунгами и требованиями отставок в руководстве страны. Из-за попытки штурма парламента митинг разогнали силовики. Канделаки принадлежит к оппозиционной партии Европейская Грузия. Он был в числе тех парламентариев, которые начали скандал вокруг Гаврилова, демонстративно покинули зал заседания во время его выступления. Европейскую Грузию основали бывшие члены партии «Единое национальное движение», лидером которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили. Ранее 8 июля правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что поступок ведущего «Рустави-2» стоит расценивать как очередную попытку государственного переворота и разрушение отношений между Тбилиси и Москвой. По мнению властей, ответственность за это несет Саакашвили и его сторонники. Аналогичное мнение высказала представитель МИД России Мария Захарова. После событий 20 июня власти Грузии обвинили Саакашвили в попытке государственного переворота. Его партия была одним из главных участников протестов. Телеведущий «Рустави-2» Георгий Габунья произнес оскорбительный монолог в адрес Путина в прямом эфире вечером 7 июля. После этого каналу пришлось прервать вещание, поскольку возле здания телекомпании собрались возмущенные его поступком граждане. Руководство принесло извинения, но отказалось все увольнять ведущего. Несколько журналистов сами подали в отставку в знак протеста. Что происходит в России и в мире, объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись.